В Казани при участии представителей КФУ открыли памятник богослову Маджани. В КФУ прошел мастер-класс главного редактора информационного агентства «Регнум». Казанский федеральный университет отметил 214 лет со дня основания. Ректор КФУ провел встречу с генеральным директором Паул КамАЗ Сергеем Кагогиным. Главным вопросом повестки дня стало развитие инжинирингового центра и набережной Челнинского института Казанского университета. А мы продолжаем. Памятник татарстанскому богослову, расположенный на набережной озера Кабан, рядом с мечетью Альмарджани, открыл Рустам Миниханов. Монумент выполнен из белого мрамора по проекту скульптора Бакир Манче. Высота памятника вместе с пьедесталом составляет около 4 метров. 20 ноября в Казани на набережной озера Кабан состоялось открытие памятника известному татарскому религиозному деятелю и ученому Шагабудину Марджани. В торжественной церемонии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и госсоветник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Казанский федеральный университет на церемонии открытия представлял первый проректор КФУ Риас Минзарипов. Установка скульптуры состоялась в рамках празднования 200-летия со дня рождения Шагабудина Марджани. Я хотел бы подчеркнуть особую роль Марджани, которую оставил как крупный специалист-историк, который одним из первых, все-таки, наверное, первым поднял проблему идентичности татарского народа, и его в этом отношении можно считать, конечно же, отцом татарской нации. Памятник выполнен из белого мрамора по проекту татарского скульптора Баки Урманча. На плитках фраза Марджани «Истина и праведный путь превыше всего». Памятник Марджани – это работа Баки Урманча, работа, которую он сделал очень давно. Баки Урманча – знаковая фигура татарской культуры 20-го века. В Казани именем татарского религиозного деятельности названа старейшая в городе мечеть Аль-Марджани. Ее построили во второй половине 18-го века. Диана Шилова, Леонард Улитяров, Универ Ньюс. В КФУ составилось вручение удостоверений об аккредитации студентов стоматологии и формации. И теперь те, кто успешно сдал первичную аккредитацию, могут работать врачами по всем юридическим установлениям. А мы продолжаем. Делегация из Индии посетила Республику Татарстан. В рамках визита в Казани проходит Татарстанско-Индийский форум. Такие встречи ориентированы на развитие взаимовыгодного сотрудничества предприятий фармацевтической и биотехнологической отраслей Татарстана и Индии. Подробности в сюжете. В ГТРК Корсен проходит Татарстанско-Индийский биофармацевтический форум. В Республике Татарстан важной целью является создание условий для активного долголетия жителей. Поэтому необходимо взаимодействовать с развивающими странами, которые достигли больших успехов в фарминдустрии и медицине. К таким странам относится и Индия. Она занимает третье место в мире по производству лекарственных препаратов. Участие в форуме приняли представители КФУ в лице проректора по биомедицинскому направлению Андрея Киясова. Среди важных гостей были заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Еркаева и заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев. В Татарстане эта отрасль составляет не такой большой процент от объема промышленного производства, но у нас есть потенциал для того, чтобы мы были представлены шире, и эта отрасль в исполнении развивалась. Как за счет внутренних ресурсов, так и за счет возможного сотрудничества с институтальными партнерами из различных стран. На форуме говорили об условиях ведения бизнеса в Татарстане, инвестирования в биофармацевтические производства и многом другом. Форум завершится 21 ноября. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. В КФУ свой мастер-класс провел главный редактор информационного агентства «Регнум». Что на его взгляд будет современным информированием, расскажем в нашем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел мастер-класс главного редактора российского информационного агентства интернет-издания «Регнум» Модеста Колерова. Ежемесячная аудитория «Регнума» составляет более 4 миллионов человек. Модест Колеров обсудил с преподавателями и студентами КФУ вопросы развития современных медиа. Особое внимание он уделил интернету. По его мнению, в 2000-х поисковые системы начали занимать главенствующие позиции в информировании. Однако работа этих систем предполагает выведение в первые результаты контекстной рекламы, что определяет и подбор новостей. Позже спикер рассказал о новых средствах массовой информации, таких, например, как телеграм-каналы. Можно прогнозировать две вещи. Значит, влияние поисковых машин будет сокращаться, потому что они никогда не откажутся от монетизации своей аудитории. Телевидение, печатные газеты останутся, как декоративные цветы на подоконнике для любителей. А телеграм-каналы или подобные, если возникнут проблемы у телеграма, будут достигать своей естественной аудитории. Артем Тубичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. В преддверии 120-летия Елабургского института КФУ состоялась конференция «Вехи истории», которая открыла череду торжественных мероприятий. В Елабургском институте КФУ состоялась научно-практическая конференция, посвященная 120-летию со дня основания учебного заведения. Торжественное возложение цветов в бюсту Глафиры Стахеевой, основательницы и почетной попечительницы Елабургского епархиального женского училища, послужило открытием конференции, собравшей всех неравнодушных к истории и пути становления Елабургского института КФУ. Преподаватели студента отдали дань уважения Глафире Федоровне в преддверии юбилея вуза. Целью проведения конференции стало стимулирование творческого отношения к будущей профессиональной деятельности студентов, приобретение им навыков научных дискуссий и публичных выступлений. По итогам конференции будет изгнан электронный сборник с результатами научных поисков студентов. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошло посвящение первокурсников в телевизионные журналисты. По традиции второкурсники проводили разные испытания для новоиспеченных студентов, а те выполняли их с большим интересом. Подробности расскажет Лисан Айвова. 20 ноября в шоуруме состоялось уже традиционное посвящение в телевизионщике. Студенты второго курса приготовили программу для первокурсников, которая делает первые шаги в работе журналиста. Будущие журналисты были поделены на несколько команд и выполняли различные задания. В одном из них студенты первого курса брали друг у друга интервью, снимали репортажи. Все первокурсники задействовались, поняли, что в нашем факультете, в нашем институте учиться очень интересно, весело. Посвящение посетил также заместитель директора ВГТРК «Таташтан» Дмитрий Фторов и поприветствовал первокурсников на путственном слоу. Лесяна Юпова, Виолетта Басова, Универньюз. 19 ноября в Униксе состоялся концерт, посвященный дню рождения университета. Подробности мероприятия в следующем сюжете. Казанский федеральный университет отметил 214 лет со дня основания. Уже с 13 ноября в стенах университета проходят студенческие мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины. А 19 ноября состоялся самый яркий из всей серии мероприятий – концерт. Студенты и выпускники выступили на сцене Уникса со своими творческими номерами. Всегда КФУ радует концертами, поэтому жду новых впечатлений, каких-то новых номеров, знаю, что они готовились. Торжественная программа началась поздравительной речи ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Людям, которые находятся в этом зале, и кто нас слышит и видит, а у нас идет прямая трансляция, я хочу пожелать удачи. Сказать огромные слова благодарности за ваш труд тем, кто работает в университете. Сказать огромные слова благодарности за поддержку нашего университета, тем, кто работает в Попечительском совете и Наблюдательном совете нашего университета, ибо в основном это наши выпускники. И пожелать всем нам хорошего настроения сегодня, хорошего, светлого будущего перспективы. Спасибо. С праздником вас всех! Ежегодно с днем рождения Казанский университет поздравляют почетные гости и известные выпускники. За созданием мероприятия стоит большое количество людей. Режиссерская и творческая команда, команда администрации. В этом году на сцене были воплощены обновленные идеи и режиссерские постановки. Они приготовили огромное количество сюрпризов, световых, звуковых. То есть картинка должна получиться качественной, очень хорошей. И я надеюсь, что всем все понравится. День рождения университета – это всегда особое событие в череде праздников КФУ. Торжественное, масштабное, наполненное теплыми встречами и поздравлениями. Валерия Муратова, Ленар Девлетьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч. Пока.